Чистые чувства На самом деле жить в атмосфере благодати и признавать с радостью и благодарностью в сердце, что я нуждаюсь в Спасителе каждый день. И у меня есть Спаситель каждый день. Добро пожаловать на «Чистые чувства». Я Джонатан Доггерти, и я веду сегодняшнюю передачу. Если вы читали что-то в области детского сексуального принуждения, вы уже знаете имя доктора Сандры Уилсон, одного из наиболее уважаемых христианских консультантов в этой области. Хотя Сандра и оставила уже частную практику, она согласилась прийти на программу, чтобы поделиться своей историей сексуального принуждения в ее детстве. И многим, что Бог показал ей на протяжении многих лет. Это принесло исцеление ее ранам, как и ранам многих других, получивших подобные травмы. Сандра написала множество прекрасных книг, включая «В объятия Авве» — «Освобожденные от студа и раненые люди ранят людей». То есть вы сейчас встретитесь с человеком, который имеет и личный опыт, и профессиональные навыки. Итак, Сандра Уилсон. Бог такой удивительный. Он продолжает становиться все более драгоценным в моей жизни. Истинно, Он единственный отец, которого я когда-либо знала. Я иногда говорю о себе как о полузаконном ребенке, потому что моя мать верила, что она вышла замуж за моего биологического отца. Она только что закончила колледж во время депрессии, что было весьма экстраординарно. Встретила его, влюбилась по уши и вышла замуж за него довольно быстро. Он имел отношение ко многим важным моментам, о которых она не знала. Например, он бросил жену и несколько детей. Где-то год спустя она обнаружила, что беременна мной, и очень этому обрадовалась. Он вообще не был рад. Тогда она не понимала, что у него уже была семья, и он не был заинтересован опять заниматься этим. Это было задолго до слушания Роу против Вейда о законности абортов. Но однажды они ехали в машине, и он сообщил ей, что везет ее делать аборт. На следующем светофоре она вышла из машины и позже сообщила ему, что у нее нет никаких намерений делать аборт, что она хочет этого ребенка. По крайней мере, однажды он пытался забрать ее и мою жизнь, когда я была в утробе матери, что должно было выглядеть как несчастный случай при чистке пистолета. Примерно в это время, когда она была беременна мной, а этот человек, замужем за которым она была, вел себя опасно и неадекватно. Федеральные власти взялись за него. Не из-за двоеженства. Их это не волновало, но он присвоил деньги. Он продавал вещи, ходя по домам, и присваивал деньги. Это действительно стало федеральным преступлением, потому что это включало почтовые услуги. И вот моя мать оказалась жарким летом 1938 года в Фениксе, Аризона, с ребенком без отца за много десятилетий до того, как это стало модным. А мужчина, которого она знала как отца ребенка, находился в федеральной тюрьме. Она оборвала все контакты с ним и не сохранила ни одного письма или фотографии. Абсолютно ничего. Поэтому я ничего не знала о моем биологическом отце. Моя мать хотела, чтобы у меня был отец, поэтому, когда мне было два года, она снова вышла замуж, но опять сделала это слишком поспешно. Не очень хорошая идея. Было что-то очень важное в отношении этого человека, чего она не знала. И это было то, что он был алкоголиком, и, вероятно, был таким с юности. И так я выросла, веря, что мой отчим был моим отцом. Я выросла как тот, кого называют героем в семье алкоголиков. Я выросла с множеством ожиданий того, что я буду, по сути, совершенным ребенком, выдающимся ребенком. Я начала заниматься фортепиано в четыре, начала выступать на публике в пять. Начался этот образ жизни, связанный с выступлениями. Здесь начинается сексуальное насилие. Однажды летом, когда мне было одиннадцать, моя мать и отчим поехали в Массачусетс посетить ее семью, но остановились на юге, чтобы посетить его семью. Однажды вечером, по причине, которую я не понимаю, моя мать и отчим ушли и оставили меня с мужем его сестры, моим братом-младенцем и парой их маленьких детей. И так моя мать, отчим и его сестра ушли и оставили нас там, в доме. В тот вечер брат моего отчима грубо изнасиловал меня таким травматичным образом, что я помню после того, как воспоминания были восстановлены в Божье время. Я очень хорошо помню, как думала. Я умру, я не переживу это. Никто не может пережить такое. Я помню, что в конце концов заснула той ночью. И когда я оглядываюсь на это сейчас, когда я проснулась на следующий день, все ушло. Это переживание, оно полностью ушло. Теперь с перспективы взрослого терапевта и, что самое важное, христианки, я оглядываюсь и думаю об этом как о Божьей милости. убрать ситуацию из моего сознания, ситуацию, с которой я просто не могла справиться. У меня не было ресурсов справиться с ней. Часть происходящего в семье алкоголиков — это часто хаос и дезорганизация. И, конечно, когда начинают пить больше, хаос увеличивается. Хотя я никогда не жила в постоянной ситуации инцеста. Было еще несколько более изолированных эпизодов сексуального принуждения. Но ни один из них не был такого же уровня насилия, как тот. Поэтому, возможно, если меня посадят и скажут, «Хорошо, как ты думаешь, были ли случаи сексуального принуждения в твоем детстве?» Я могу смутно вспомнить несколько других изолированных эпизодов, но точно не вспомнила бы тот вечер, потому что он был такой травматичный. Кстати, когда я действительно вспомнила его много десятилетий спустя, думаю, это было примерно в 40-летнем возрасте. Я не была в кабинете терапевта. Я не читала о сексуальном принуждении. На самом деле я читала о том, как ребенок растет в семье алкоголика. Опять же, с моей перспективы как христианки, я верю, что Божье время совершенна. И я знала, что это было в состоянии, в котором я могла справиться с этим воспоминанием. Кстати, это объяснило многое. Многое получило объяснение. Это помогло мне во многом понять ситуации в моей жизни, которые присутствовали. Но я их не понимала. Как я реагировала, как замужняя женщина, на определенные переживания. Почему я реагировала именно таким образом, когда я находилась в местности, которая была похожа на местность, где это произошло. Но в моем сознании не было факта. Не было осознания реальности, с которой связать мои чувства. Одно из того, что я часто говорю моим собственным консультируемым, когда я занимаюсь клинической практикой, это, что чувства имеют историю. И в то время, когда у меня были такие чувства, я не была достаточно мудрой, чтобы понимать, что где-то за ними была история. Просто в то время я ее не помнила. Все происходило как в тумане. Это похоже на зачистку памяти. Чистые чувства. Вы желаете преодолеть боль вашего прошлого? Доктор Сандра Уилсон написала бестселлер «Освобожденный от стыда», который поможет вам отделить токсичные эмоции и линии поведения, возникшие в результате травм вашей жизни. Сандра также является автором сопутствующей книги «Раненые люди ранят людей», которая описывает, как пострадавшие от глубоких ран разрушают взаимоотношения через то, что становятся закрытыми, что Иисус Христос сможет сделать, чтобы обратить эту тенденцию. Приобретите «Освобожденные от стыда» и «Раненые люди ранят людей» в любом христианском книжном магазине. Если вы когда-то чувствовали себя оставленным, отверженным, преданным или одиноким, Сандра Уилсон приглашает вас найти наивысшее принятие так же, как она нашла его, через близость с Богом. Приобретите книгу «В объятиях о вы», обретая принятие, которого вы всегда желали. Исцеление — это, несомненно, процесс. И я думаю, это так трагично, когда людям, которые были глубоко ранены в детстве, и, к сожалению, часто это происходит в церкви, говорят примерно так. «Хорошо, ты отдал свое сердце и свою жизнь Иисусу. Почему ты по-прежнему борешься с происшедшим с тобой много лет назад?» Я думаю, это полное непонимание процесса исцеления, и на самом деле даже неправильное понимание Писания. Большинство церквей, в которых я была примерно первые три десятилетия моей жизни, жизни в вере, были церквями, которые говорили о благодати. Они пели о благодати, но они в действительности не показывали вам, как жить в пространстве благодати в вашей собственной жизни. Процесс исцеления для последователей Иисуса Христа, я сильно убеждена в этом, требует признания, что мне нужен Спаситель каждый день. Мне нужна благодать каждый день, потому что как бы мне не хотелось тереть все следы ран оставленности, отверженности и предательства доверия, все это приходит вместе с сексуальным принуждением, является хаосом, связанным с ним. Семьи алкоголиков или любого другого типа семьи, где у родителей есть проблемы, которые они не могут решить здоровым образом. Это не уходит вот так просто, потому что вы любите Иисуса. Вы по-прежнему будете с этим бороться. Я думаю, интересно то, что если бы это была физическая рана, подумайте об аналогии с физической раной, было бы очень немного церквей, которые сказали бы новому последователю Иисуса Христа, «Да, конечно, ты был сбит машиной, когда тебе было 10 лет, твои ноги были раздавлены и переломаны, и ты с тех пор ходишь с ходунками, но теперь ты любишь Иисуса, поэтому выбрось ходунки, они тебе больше не нужны». Почему у тебя по-прежнему есть следы этой ранней травмы? Мы не поступаем так с физическими травмами, но из-за того, что мы не можем видеть травм в эмоциях или взаимоотношениях, мы склонны к тому, чтобы поступать так в этой сфере. То есть часть мы серьезно воспринимаем только то, что мы можем видеть нашими физическими глазами. Вот почему я думаю, что важно просить Дух Божий открыть глаза нашего сердца, чтобы мы могли видеть наши собственные травмы и могли заботиться о них, но затем, чтобы мы также имели сострадание Христа к другим людям, у которых есть эти невидимые, но очень реальные травмы. Я хочу сказать тем, кто, возможно, находится на раннем этапе своего процесса исцеления, особенно если они полностью отрицали присутствие ран. Да, вы должны в определенном смысле принять это болезненное предательство доверия и сказать, «Хорошо, это часть моей личной истории, и я вижу, это объясняет многие проблемы в моей жизни, о которых я просто думал, что я странный, но теперь это объясняется в свете того переживания, о котором я не знал раньше, но теперь я принимаю его как часть того, кто я есть». Я хочу сказать, что это не сущность моей личности. Жертва сексуального насилия, взрослый ребенок-алкоголик, все это часть моей личной истории, но это не сущность моей личности. Сущность моей личности — это то, что я возлюбленный моего Бога. Есть большая разница, есть очень большая разница. Не библейский стыд, это ощущение, что что-то неправильно со мной, что нормально у других людей, что я ущербный в определенной степени, или таким образом, что я гораздо более отвратительный, безнадежный и отчаянный, чем мы все. Да, у вас могут быть ваши небольшие странности и отличия, но я отвратительно другой и отмечен этим позором. Иногда это описывалось как разница между «я совершил ошибку» и «я ошибка», или «я сделал что-то неправильное» и «я неправильный». Происходит смешение понятий, которые ведут к большой эмоциональной боли, которую люди несут через всю жизнь. Теперь, причина, почему это не по Библии, потому что Писание очень демократично. Оно говорит, что мы все были полностью разрушены грехом. Поэтому это ощущение, что что-то неправильно со мной больше, чем неправильно с другими, это не библейское чувство стыда. Я думаю, оно уходит корнями в колоссально нереалистичное ожидание, что я считаю является формой того, что я называю в моих трудах «бесконтактного принуждения». Я различаю между контактным принуждением, к которому относятся физическое и сексуальное принуждение, и бесконтактным принуждением. Причина, почему важно говорить о бесконтактном принуждении, заключается в том, что оно более запутанное и сложное. Его немного труднее различить, и, следовательно, немного труднее понять. Множество людей, воспитанных в семьях, где они никогда не подвергались сексуальному насилию, их никогда не избивали и не закрывали в чулане, все же выросли с ощущением, что я никогда не буду достаточно хорошим. Я вижу это как еще один аспект этого небиблейского стыда. Это ощущение, что бы я ни делал, я никогда не буду достаточно хорошим, никогда не достигну стандарта, как бы сильно я ни старался. Это не будет достаточно хорошо. Поэтому люди оглядываются на детство и думают, почему я чувствую себя вот так. Я думаю, что многие родители, у которых есть свои нерешенные проблемы, проблемы со стыдом, также желают иметь совершенных детей. Это похоже на следующее. Я не могу стать совершенным, но если я смогу сделать своих детей совершенными, или чтобы они выглядели совершенными, тогда я буду покоиться в их сиянии. И люди будут предполагать, что родители таких выдающихся детей тоже, вероятно, выдающиеся и совершенные родители. То есть мы склонны к тому, чтобы передавать нашим детям те же нереалистичные ожидания, которые были переданы нам. Я ежедневно жила, каждое мгновение с этим ощущением, что я действительно должна быть совершенным человеком. Позвольте мне сказать вам, что это приведет вас к депрессии и ко множеству других последствий. Думаю, что это еще одна причина того, что, будучи освобожденным от таких ожиданий, перфекционизма и стыда, который неизбежно сопровождает его, было так драгоценно войти в реальность благодати, в жизни благодати. Не просто говорить о ней, не просто петь о ней, но на самом деле жить в атмосфере благодати и признавать с радостью и благодарностью в сердце, что я нуждаюсь в Спасителе каждый день. И у меня есть Спаситель каждый день. Мне нужен Иисус каждый день. Я говорю Ему это каждый день, и я получаю подтверждение от Его Духа каждый день, что у меня есть Спаситель. Какое благословение. Какая свобода от стыда. Чистые чувства. Вы желаете преодолеть боль вашего прошлого. Доктор Сандра Уилсон написала бестселлер «Освобожденный от стыда», который поможет вам отделить токсичные эмоции и линии поведения, возникшие в результате травм вашей жизни. Сандра также является автором сопутствующей книги «Раненые люди ранят людей», которая описывает, как пострадавшие от глубоких ран разрушают взаимоотношения через то, что становятся закрытыми, и что Иисус Христос сможет сделать, чтобы обратить эту тенденцию. Приобретите «Освобожденные от стыда» и «Раненые люди ранят людей» в любом христианском книжном магазине. Если вы когда-то чувствовали себя оставленным, отверженным, преданным или одиноким, Сандра Уилсон приглашает вас найти наивысшее принятие, так же, как она нашла его, через близость с Богом. Приобретите книгу «В объятиях о вы», обретая принятие, которого вы всегда желали. Я начала взывать. «Бог, я хочу знать Тебя, а не просто о Тебе. Я хочу переживать Твою любовь, а не просто верить, что она есть. Я действительно хочу знать Тебя». В послании Ефесянам, главе 3, в чудесной молитве Павла о Ефесянах говорится о познании Божьей любви, хотя она и такая глубокая, широкая, высокая, и немного перефразируя, слишком чудесная, чтобы мы могли понять ее. Вы знаете что-то, что слишком чудесно, чтобы вы могли понять это. Существуют разные уровни понимания. В это время моей жизни молитва. И десятилетиями моей жизни, как верующей, молитва была в основном, когда я говорила, а Бог слушал. Никто не сказал мне, а я не была достаточно умной, чтобы понять самой. Никто не подсказал мне, что мне нужно оставлять место, чтобы слушать Бога. И я делаю молитвенную паузу, возможно, над одним или двумя стихами, и позволяю Писанию, по сути, говорить мне, а не просто читать его. Поэтому я обнаруживаю важность молчания и одиночества. Это мое слово. Это было преобразующим. Практика молчания и одиночества давала жизнь для меня, когда я отделяла период, чтобы быть неподвижным в Божьем присутствии. Зная, что живой Бог, Творец Вселенной, Мой Спаситель, Тот, в присутствии которого я проведу вечность, находится прямо здесь, со мной. Он уделяет внимание мне на протяжении этого короткого времени, когда я предпринимаю усилия, чтобы уделить Ему мое безраздельное внимание. Блуждают ли мои мысли? Конечно, как и у всех. Но это вопрос того, что я прихожу и переживаю присутствие Бога. И на самом деле оно преобразует. Оно делает обетование Божье более реальными, когда обещавший становится более реальным. Близость во взаимоотношениях, лучшее определение, которое я знаю для нее, это ощущение, что меня полностью знают и полностью любят. И нет никакого страха отвержения. Я просто сказала, «Бог, я хочу знать Тебя. Я хочу знать Тебя на личном уровне. Я хочу переживать Твою любовь ко мне. Я хочу переживать Твое присутствие со мной. Я хочу, потому что Твое Слово говорит мне, что Ты здесь со мной. Я знаю в голове, потому что Твое Слово говорит мне, что Ты любишь меня». Но, если честно, я не знаю, переживала ли я это когда-нибудь по-настоящему. Сложно сказать. Я просто начала взывать к Богу. Что я сделала сначала? Я взяла пустой стул. Это старая терапевтическая техника. Я взяла пустой стул. Это старая гештальтерапевтическая техника, которая помог мне напомнить, что мой Спаситель действительно здесь со мной. Он по правую руку от Бога Отца. Но Писание говорит нам, что Его Духом Он обитает в нас, следующих за Ним и любящих Его. Он с нами. Делаю ли это по-прежнему? Нет, не делаю. Но я делала это долгое время, когда я только начала эту новую часть моего хождения с Господом. Это помогло и было просто визуальным напоминанием, что мой Спаситель присутствовал со мной. Затем я замолкаю в мое молитвенное время. Я не говорю постоянно. Я начала включать время молчания. Я начала примерно с пяти минут. Если вы никогда не практиковали молчание, пять минут могут показаться целой жизнью. Я постепенно увеличила его. Я люблю утро, когда у меня нет запланированных дел, поэтому мне не нужно выставлять таймер, и у меня может быть столько молчания, сколько мне захочется. В противном случае я выставляю свой таймер на 15-20 минут и просто сижу в тишине и использую слово «Иисус» или «Господь». Иногда то, что называется молитва Иисуса. «Господь Иисус помилуй меня». Когда мой разум блуждает, я про себя говорю. Затем я просто закрываю глаза и получаю переживание пребывания в присутствии Спасителя, любящего меня. Иногда у меня есть чувства. Я никогда не слышала, как Бог говорит, знаете, низким баритоном, звучащим сверху или из облаков. Но временами, когда Бог говорит, Его мысли в моей мысли так четко, что я записываю их другим цветом в моем дневнике. Это не происходит очень часто, но иногда происходит. И сейчас я склонна читать более короткие отрывки из Писания. Затем делаю паузу и как бы использую их в качестве пунктов молитвы, если я хочу произнести молитву. Но я больше делаю молчание частью молитвы. Помните следующее. Когда вы говорите Богу, «О Господь, я хочу знать Тебя таким близким, интимным образом», помните, что желание не начинается с вас. Бог насадил это желание в вашем сердце, потому что именно так Бог желает знать нас. Очень часто те из нас, кто пережил травму в жизни, принимают мысли, подвергающие сомнению Божьей благость и характер. Враг очень искусен насаждении сомнений в отношении Бога в наши умы в момент травмы. И как дети обычно, мы не осознаем, что такие мысли являются на самом деле ложью, которая была насаждена в наши умы из демонической сферы. Поэтому мы принимаем их, даже если не хотим. Печально то, что именно Бог является единственным, кто может принести исцеление этим глубоким областям души, которые ранены и нуждаются в мощном исцеляющем вмешательстве. Когда мы прибегаем в объятия Аввы, как выражается Сандра, мы находим исцеление, в котором мы нуждаемся. Еще многое. Когда мы бежим от Бога, мы обкрадываем сами себя от того исцеления, которого жаждет наша душа. Мы обкрадываем себя от чистой и непорочной близости с Богом, для которой мы были созданы. Конечно, по-прежнему у вас нет совершенного объяснения, которого все хотят. Почему Бог допускает зло? Но у вас на самом деле есть одно. У вас есть личное и совершенное доказательство того, что Бог любит вас. Исторический факт, состоящий в том, что Иисус Христос умер мучительной смертью на кресте, чтобы показать вам, насколько далеко он пойдет, чтобы доказать его любовь и понести наказание за ваши грехи. Поэтому вместо того, чтобы жить на основании того, чего вы не знаете, почему бы не избрать жить на основании того, что вы знаете? Субтитры создавал DimaTorzok